Он фиксировал яркий и запоминающийся образ во всем, над чем брался работать. Жесткие рамки канонов и схем, присущие художественной традиции во всем мире, а уж тем более среди советской фотожурналистики, вставали перед фотографом нерушимой стеной. Пробить ее в лоб было невозможно. С другой стороны, а зачем, когда можно и обойти? Дело вовсе не в том, что Белозеров был тайным диссидентом. Нет, просто чувствовал, умел передать мгновением кадра настоящую, живую душу людей. И даже в неодушевленном предмете появлялось что-то подсознательно-человеческое. Это негативы, которые были от нами переведены, соблюдены, распечатаны. И эти вещи интересны именно тем, что возможно, я говорю, потому что то, что он должен был, он отсылал, наверное, в Москву, а то, что он был вторым экземпиарным, третьим экземпиарным стороном его личной коллекции. Поэтому, в общем-то, он, наверное, первый раз представляется, по вашему счету, представляется зрителем. Плакатность и выразительный внешний образ, без акцентов на детали, для журналов и газет, для витринных, уличных выставок. Тысячи и тысячи снимков на протяжении всей творческо-трудовой жизни. Многие с ним были знакомы, вместе работали. Что-то видели раньше из его работ. Но вот конкретно здесь работы, которых я раньше не видел. Интересно, очень интересно. Он работал с 1971 по 1994 год. Менялись генсеки, ломался строй, судьбы миллионов людей огромной страны ломались вместе с ним. А он делал свое дело. Снимал эпоху, пополнял архив фотофактов. Что это было и как. Выставка Юрия Белозера в мгновение одного года продлится в научно-выставочном центре на Московской по адресу улица Ленина, дом 60, до конца февраля. Евгений Луковкин, Александр Кудряшов, репортер 73.